Новые подробности появились в истории со сгоревшим алматинским СТО. С момента пожара прошло ровно две недели, но дело, уверяют потерпевшие, так и не сдвинулось с мертвой точки. Автовладельцы требуют возместить им ущерб. Проблема в том, что от чрезвычайных происшествий подобного рода машины были не застрахованы. Что людям теперь делать, узнавал Денис Брагин. За день до пожара Елена Николаева загнала свою машину на СТО, чтобы отполировать капот. Но вместо блестящего кузова женщину ждал выгоревший металл. Страховка была стандартная. Она не покрывает ущерб от ЧП подобного рода. У кого теперь требовать компенсацию, автоледи не знает. Стучались во все двери, обращались в прокуратуру. Отовсюду ответа нет. Мы хотим назначить независимую экспертизу, свою независимую экспертизу, для того, чтобы она прошла объективно. Потому что есть свидетели, которые работали в эту ночь в этой камере, которые говорят, что было возгорание в этой камере, что никакого поджога не было. Возмещение ущерба требует еще 19 потерпевших. Они ежедневно обивают пороги автосервиса и обрывают телефон следователя. Но четкого разъяснения никто не дает. Владельцы машин боятся, что дело попытаются спустить на тормозах. Между тем, работник, который находился на СТО во время пожара, объясняет ситуацию так. По сей день люди волнуются, хотят получить компенсацию. Но моей вины там и нет. Я работал по регламенту от начала до конца. Я знаю, что такое техника безопасности. Если бы реально были огнетушители, мы бы справились с пожаром. И во все инстанции мы подаем жалобы, прошения, вернее, чтобы проследили за ходом событий, потому что, возможно, могут влиять на следствие. Полиции заверили. Все идет по плану. Ведется досудебное расследование. Виновных выявит пожарно-техническая экспертиза. Данный факт в настоящее время расследуется отделом полиции при УП в основных скорой на подсерриториальности. Зарегистрировано в едином рейсе досудебного расследования по статье 204, часть 2 УК Республики Казахстан. Назначена пожаротехническая экспертиза, по результатам которой будут установлены истинные причины возгорания. И принято окончательно процессуальное решение по уголовному делу. Однако специалисты рекомендуют потерпевшим не ждать заключения экспертизы, а начинать действовать уже сейчас. Даже если там какой-то был поджог или что-то такое, что освободит собственников этого СТО от ответственности, что еще надо искать? А насколько были все-таки соблюдены правила пожарной безопасности? Надо сейчас открывать все эти нормативные акты, консультироваться с юристами, с экспертами в области пожарной безопасности. Потерпевшие намерены судиться. Вот только юристы считают, что процесс в этом случае может затянуться на месяцы и даже на годы. Поэтому владельцам пострадавших авто следует подыскивать грамотных адвокатов.